Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы Павел Никифоров. Ну и само слово «урологическое» подразумевает, что будем говорить мы о мужской урологии. Здравствуйте! Что такое аденома? Аденома – это доброкачественное новообразование предстательной железы. То есть, когда она растёт, да? Да, когда она растёт и вызывает нарушение мочеиспускания у мужчины. То есть, правильно я понимаю, извините, буду так по ходу задавать, то есть, если у человека, у мужчины появляется аденома, то это не есть рак как таковой, вот как мы понимаем, как злокачественная, как доброкачественная, но при этом она может перерасти в раковую клетку или не могут? Аденома предстательной железы и рак предстательной железы – это абсолютно разные заболевания. Они развиваются, имеют разные причины. В большинстве своём это абсолютно несвязанные заболевания, и они могут мимикрировать и быть похожими на каких-то этапах развития, но всё равно это отдельные заболевания, и для них так или иначе на какой-то стадии характерна уже своя клиническая картина. И она хорошо известна, да, специалистам? Конечно. Ну, давайте, коль мы сегодня решили посвятить нашу программу о аденоме предстательной железы, дело в том, что, насколько я понимаю, когда вообще начинается это заболевание? Заболевание преимущественно начинается, как правило, не раньше 40-летнего возраста у мужчины, и есть такая даже как бы статистика, что, допустим, частота выявления аденома предстательной железы, допустим, после 40-45 лет, где-то 11-13%. С возрастом количество пациентов с аденомой предстательной железы и количество больных с аденомой предстательной железы, оно растёт. И к 80-ти годам аденома предстательной железы диагностируется у огромного большинства пациентов. То есть почти у всех? Практически у всех, да. Ага. То есть получается, что наш организм как бы после 40 лет начинает нам говорить, что в этом месте у тебя могут быть проблемы, надо идти к урологу, идти профилактироваться, да, идти делать какие-то, сдавать анализы, проверяться, правильно? Ну, естественно, нужно проверяться вовремя. То есть каждый мужчина должен проводить определённые исследования после 40 лет. Каждый мужчина в его интересах раз в год сдавать анализ ПСА. Это так называемый простатспецифический антиген, который, в общем-то, косвенно или впрямую можно сказать онкологическое заболевание предстательной железы или всё-таки это доброкачественное образование предстательной железы. То есть как минимум раз в год анализ крови на ПСА. И, собственно говоря, этот анализ, он должен входить вот в такую глобальную, ну, профилактическую систему любого человека после 40, ну, когда он идёт там, я не знаю, к врачу по сердечным заболеваниям, да, или по каким-то другим, он заодно должен сделать этот анализ тоже. Ну, в настоящее время анализ на ПСА сдаётся не только у уролога, то есть любой терапевт так же... А, входит, да? Так же многим мужчинам даёт... А не сдать ли вам анализ на ПСА? Ну да, потому что уже как бы это тоже какой-то, как говорят, показатель, да? Иногда онкопозакок показатель какой-то небольшой всё-таки, да, можно назвать? Конечно. Ещё такой вопрос. Давайте мы всё-таки разбираться, почему начинается этот процесс, человек же совести, мы все из всевозможных желез состоим, но почему именно там начинается? Это из-за детородной функции, что ли? Ну, дело в том, что сама аденома предстательной железы, это возникает при определённых условиях, то есть всегда есть причина и следствие. Как правило, это определённые гиперпролиферативные процессы, связанные с бесконтрольным делением клеток. То есть вот. И ряд факторов могут влиять на вот этот процесс деления, избыточный. То есть, как правило, это гипостатический образ жизни, то есть когда человек мало двигается, это изобилие животной пищи в продуктах питания, то есть особенно мясной пищи, это может привести к так называемым гиперпролиферативным заболеваниям, к которым относятся, в частности, аденома предстательной железы. Вот. То есть определённый образ жизни к этому может привести, если так суммирую. Ну, скажем, всё равно всё, да, приходит какой-то гиподинамия, но я так понимаю, что это... Хорошо, вот растёт она, да, аденома, она может вырасти до какого-то постоянного размера, или она как-то регулируемо растёт? У нас, среди наших пациентов, есть пациенты с очень маленькой аденомой предстательной железы, но она клинически манифестируется, то есть у пациента есть выраженные нарушения. А есть огромные пациенты с огромной предстательной железой, аденоматозно изменённой, и у них нет клинических проявлений. Тут есть особенности индивидуальные течения данного заболевания у каждого конкретного пациента. И говорить, что аденома предстательной железы – это вот какое-то несерьёзное заболевание, это абсолютно неверно, потому что из-за обычной аденомы предстательной железы может наступить и инвалидизация, и тяжёлые последствия, и угрозы жизни даже. Потому что, в частности, что происходит при аденоме предстательной железы? Нарушается естественный отток мочи, то есть возникает так называемая инфравизикальная обструкция. То есть под мочевым пузырём возникает задержка мочи. И мужчина может иметь определённые сложности с мочеиспусканием. Хорошо. Ну а какие признаки, если мы говорим, что после 40... Вот, предположим, у человека начинается заболевание. Ну, он что-то слышал, но он об этом даже и не задумывается. Но всё равно какие-то признаки есть, начало заболевания? Признаки начала заболевания, как правило, это учащённые, так называемые императивные позывы на мочеиспускание. То есть что такое учащённые позывы на мочеиспускание? Это при нормальной водной нагрузке, то есть человек начинает мочиться более 8 раз в сутки. Вот как бы за норму принято показатель 8. То, что более 8, уже требует какого-то исследования, подтверждения, исключения. В сутки, да? Восемь раз в сутки? Да, более 8 раз в сутки. То есть первое – это вот императивные учащённые позывы на мочеиспускание, это снижение потока мочи, то есть вялый напор мочи, то есть чувство затруднения, чувство неопорожнённости мочевого пузыря, какие-то болевые ощущения внизу живота. То есть, как правило, в той или иной мере преобладают те или иные симптомы. Хорошо. Но я так понимаю, что это реальные позывы, да? Или это просто психологические позывы к мочеиспусканию? Вот как назвали эти названия? Императивные? Императивные, да. Тут отмечается не один, а несколько механизмов возникновения этих позывов. Во-первых, это возникновение затруднения мочеиспускания за счёт этого перерастяжения самого мочевого пузыря и возникновения большого количества остаточной мочи, которая не может вовремя выйти, и возникает вот это затруднение мочеиспускания за счёт того, что нормальная ёмкость мочевого пузыря у мужчины до 400 мл, у женщин до 300 мл. То есть мочевой пузырь может значительно перерастягиваться. Среди наших пациентов, мы встречали у пациентов, был объём мочевого пузыря до 2-3 литров. Ого. Вот. Они ходили... Трёхлитровая банка? Они ходили как беременные, как беременные, в буквальном смысле слова. Естественно, это приводит, как правило, уже в таком случае к значительным изменениям, к почечной недостаточности, к угрозе жизни напрямую. Потому что ходить с таким объёмом – это опасно. Раньше на Руси, кстати, было такое выражение – моча в голову ударила. А, это вот оттуда, да? Да, это возникает тогда, когда, в общем-то, мочевой пузырь не опорожняется, и шлаки, которые накапливаются в нашем организме, они попадают в кровоток и в том числе воздействуют на центральную нервную систему, вызывая отравление организма. То есть накапливается креатинин, мочевина, другие метаболические продукты. Вот, казалось бы, аденомы, предстательные железы. А к каким последствиям она может приводить? Понятно. Ну, вот тоже получается, вроде такой организм, если мы берём среднестатистический, он большой, и какая-то одна железа может человеку вот так испортить жизнь. Но, наверное, опять же, если говорить о том, что имеется два направления, вот мы сейчас рассматриваем как аденома, то есть это доброкачественная опухоль, а какие же признаки тогда у недоброкачественной? Или они похожи, просто надо проверять? То есть при недоброкачественной опухоли, то есть, как правило, речь идёт о раке предстательной железы, как правило, это аденокарцинома предстательной железы, так называемая. То есть на начальных этапах проявления симптоматика может вообще отсутствовать, то есть её может не быть. То есть пациент может не отмечать никаких позывов на мочеиспускание. И по мере прогрессии заболевания возникают практически те же симптомы, как при аденоме предстательной железы. Тоже затруднение мочеиспускания, вялый напор мочи. Но тут уже включаются другие механизмы. То есть здесь уже онкологический процесс может распространяться на другие органы и ткани. И тем самым задействовать уже другая симптоматика. Как правило, вот, допустим, у рака предстательной железы метастазирование, как правило, в огромном большинстве случаев идёт в кости таза. В кости таза, в позвоночник. И среди многих пациентов наших они приходят к доктору с нарушением мочеиспускания и болях в костях, допустим, в позвоночнике. То есть это говорит о далеко зашедшем процессе уже. Понятно. То есть лучше всего профилактика, да, вот заранее узнать, чтобы понять, если что-то началось, то хоть в каком-то направлении. Скоро мы сделаем паузу, после чего поговорим уже о методиках лечения сегодняшней аденомы. Но в финале нужно сказать, а может человек вообще пройти без аденомы? Или это всё-таки организм как бы... Ну, знаете, как когда-то аппендицит говорили, что надо вырезать и убирать заранее. Помните идея до того, как он сам себя проявит? Что, мол, лишний орган. Вот почему так с этим никак мы не можем ничего сделать, что после 40 лет каждый из мужчин становится таким заложником ситуации? Понимаете, дело в том, что человеку проще съесть определённую таблетку, чем изменить свой образ жизни. Изменить свой образ жизни – это человеку сложнее. Нужно иметь мотивацию для этого. Нужно работать над собой. Человек ищет решение вопроса, в общем-то, не решая собственной внутренней проблемы. Везде, где угодно, только не у себя спрашивают. Ему проще сделать так, но не изменить себя к лучшему. То есть доказано, что, допустим, у людей, потребляющих незначительное количество мяса либо сокращающий объём мясной пищи, любые гиперпролиферативные процессы, они снижаются. И риск развития аденомы предстательной железы, он тоже снижается. Ну хорошо, дальше поговорим о том, как лечится сегодняшняя аденома. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы Павел Никифоров. Продолжаем программу «Открытый диалог». Павел Никифоров, заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы. У нас в гостях, как я и обещал, говорим теперь. Ну вот, у человека обнаружили аденому. Я так понимаю, что этот процесс, она может расти. У кого-то меньше, у кого-то, как мы выяснили, больше и так далее. Человек приходит к вам на приём, какие-то анализы он сдаёт, верно? И проходят УЗИ исследования. И потом, что происходит потом? Как лечится, как поддерживается этот процесс? Ну, здесь можно разделить на несколько этапов. Во-первых, естественно, это какая-то амбулаторная помощь. То есть, сначала пациент может прийти к терапевту, может быть, сразу прийти к урологу, в поликлинику. А может быть, и в тяжёлом состоянии прийти уже в стационар с задержкой мочи, когда возникла задержка мочи. Но здесь, на первом этапе, что происходит? Всем пациентам мы рекомендуем сдать анализ ПСА. Простат, специфический антиген. То, о чём вы говорили. Всем пациентам мы рекомендуем сделать УЗИ мочевыводящих путей. То есть, УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, УЗИ почек и УЗИ остаточной мочи. Эти показатели крайне важны. По этим полученным данным мы уже составляем определённую картину. Мы уже понимаем, что делать нам с этим пациентом. Если это пациент молодой и изменения носят незначительный характер, то есть, мы его поймали... Да, вовремя. Вовремя стадии, на ранних стадиях заболевания. То есть, мы рекомендуем пациентам консервативное лечение. То есть, медикаментозное. То есть, пациент принимает препараты, либо постоянный период времени, либо периодически, то есть, какие-то препараты принимает. Отслеживает свою клиническую картину, смотрит, как лучше, хуже, что у него изменилось. То есть, приходит на повторную консультацию к врачу. И дальше уже смотрим за этим пациентом, нужно ли его в перспективе оперировать, или всё-таки ему этого достаточно. То есть, дооперационный период, так называемый. Да, но во многих случаях пациента и не надо оперировать совсем. То есть, если какие-то начальные проявления, им нужно смотреть, что хочет сам пациент. Не все пациенты хотят лечиться. Даже запущенные пациенты не все хотят оперировать. Ну, это да, кажется. Ну, некоторые ставят крест на себе просто иногда, да, говорят, ну, пусть уже будет, как будет. Вот. То, что касается оперативного лечения... Оно тоже есть, да? Оно тоже есть, и оно шагнуло настолько далеко, существует огромное количество вариантов оперативного лечения. И опять-таки, всё строится от объёма предстательной железы. То есть, в норме, хочу сказать, что предстательной железы, железа должна быть до 30 кубических сантиметров. То есть, это норма. Вот. То, что свыше 30 кубических сантиметров, не является уже нормой. И среди наших пациентов были пациенты с объёмом железы 200 кубических сантиметров. То есть, это огромная железа. Больше кулака размером, грубо говоря. Вот. Естественно, если железа небольшая, в данном случае проводится эндоскопическое лечение. То есть, так называемая трансуратральная резекция. Если железа больше 80 кубических сантиметров, то, как правило, лечение идёт либо лапароскопическим способом, то есть, через специальные проколы, либо открытым способом. То есть, разрезают. Разрезают. То есть, оба варианта, речь идёт об удалении какой-то части этой железы, верно? Да. То есть, удаляется не вся железа. Понятно. Удаляется только аденоматозная ткань, вызывающая нарушение мочи. А её видно, да? Да. То есть, когда в огромном большинстве мы стараемся, конечно, провести трансуратральную резекцию, что, в общем-то, щадящая процедура, проходит под спинномозговой анестезией. То есть, пациенту делается укол в спину, в поясничный отдел позвоночника, заводится резектоскоп, то есть, это инструмент скопический, на конце которого есть режущий элемент. И этот режущий элемент срезает внутреннюю часть предстательной железы, которая непосредственно вызвала нарушение мочеиспускания, которая вызвала так называемую инфравизикальную обструкцию. И после операции, там уже через 3-5 дней, пациент отмечает, что он стал мочиться лучше. Молодость пришла. Что продолжает получать удовольствие от жизни в дальнейшем. Потому что для некоторых одно удовольствие, для других даже нормально помочиться уже в возрасте бывает большим удовольствием. Ну, как эта же операция, она тоже небесследно происходит? Да, то есть, какие-то есть у нее, ну, скажем так, последствия? Или более-менее все хорошо? Ну, в огромном большинстве, анализирую наш опыт и опыт других коллег, которые, в общем-то, делают на потоке эти операции, в огромном большинстве все проходит хорошо, гладко, пациент выписывается, и с нормальным уровнем мочеиспускания в редких случаях бывают проблемы, связанные с анатомическими особенностями и с техническими погрешностями в момент оперативного лечения. Как правило... Слово «погрешность» интересно, что такое? Ну да, как правило, это бывает недержание мочи, то есть в той или иной степени выраженное. Но такие случаи бывают достаточно редко. Ага. Вот, наверное, когда уже сильно запущено, может быть, там было? Там бывает так, что анатомический сфинктер мочевого пузыря находится достаточно близко к самой аденоматозной ткани. И бывает, задевается в момент резерции. Но я опять-таки говорю, что эти случаи бывают сравнительно редко. Это там 2-3 процента. Но я так понимаю, что вот то, о чём и говорите, вот это хирургическое вмешательство, это, ну, если не совсем новое, то не так давно начали это делать, да? Ну, трансуртральная резекция около уже 20 лет используется. 20 лет, да? Да. То есть раньше... Ну, по современным, да, может быть, уже и недолго. Хотя 20 лет... Вот. В районе 20 лет это уже золотой стандарт лечения во всём мире используется. Трансуртральная резекция. Есть лазерные технологии, когда не электрорезекция, а лазерная резекция. Есть энуклеации предстательной железы, когда эндоскопически вся железа выделяется единым блоком, энуклеируется и удаляется. То есть сейчас методик лечения достаточно много. Хорошо. Ну, вот какой-то человек, который, может быть, даже знает, что у него аденома, и, может, или не знает, да, он уже понимает, что надо прийти провериться, профилактику и так далее. Вот, придя к вам, да, по полису МС, он какие может получить услуги в Люберецкой областной больнице? То есть к нам пациенты, как правило, в огромном большинстве направляются сразу в поликлинике для осуществления непосредственно оперативного лечения. Потому что амбулаторная помощь, она в поликлинике, то есть осуществляется консервативное лечение. К нам пациенты в основном приходят уже согласны для оперативного лечения. Потому что мы все-таки отделение хирургического профиля. Что будем резать, да? Оперировать. Оперировать, да, да. Не резать. Знаем, знаем. Хорошо. То есть это уже люди, которые заточены под то, что будет оперативное вмешательство. Вот. И то есть пациенты приходят, жаждущие восстановить свой процесс мочеиспускания. И мы им в зависимости от того, что мы уже имеем какие данные, мы им предлагаем или открытое оперативное лечение, или трансуратеральную резекцию. Как правило, вот этими двумя вариантами достаточно получить... А сколько... Это длительная вообще операция? Вот я имею в виду вот эта самая первая, простая. Сколько она по времени? Как правило, операция трансуратеральной резекции, она ограничивается часом времени. То есть в течение часа пациент ложится на гинекологическое кресло с разведенными ногами, делается оперативное вмешательство, ставится катетер уратеральный, пациент в тот же день переводится в палату свою. Как правило, это даже не реанимация, не палата, потому что операция делается под спинномозговой анестезией. Ну да, она отходит. Пациент находится в сознании, даже некоторые смотрят на монитор, что там доктор им делает, режет. Смелые люди, да. Интересно, да. Некоторые боятся, некоторые не боятся. Вот. Пациент переводится сразу в палату. На следующий день, как правило, наступает активизация пациента, то есть начинает ходить потихонечку, двигаться. Через 2-3 дня катетер удаляется, пациент начинает самостоятельно мочиться. Еще 2 дня смотрим, наблюдаем за этим процессом. И выписываем. И выписываем, да. Да, ну и потом какие-то еще лекарства, да, добавляем. Ну, естественно, то есть, как правило, ограничение физической нагрузки подъема тяжести, потому что все-таки это раневая поверхность, хоть она внешне не видна, но она внутри есть. И подъем тяжести до месяца, мы говорим, вот на дачу не ездить, картошку не сажать. Ремонт не затевать, да, да. То есть вот так. Еще такой вопрос. Вы же, наверное, следите за международными, да, урологическими, может быть, не знаю, там, симпозиумами. Где-то кто-то выступает, предлагаются какие-то новые. Есть методики в будущем? Может быть, действительно, таблетку какую-то придумают, что выпил, и она уменьшилась? В настоящее время есть медикаментозные препараты, которые уменьшают объем предстательной железы. Но у них есть определенные плюсы и минусы. Минус в том, что, как правило, эти препараты медленно реализуют свой клинический эффект. То есть эффект уменьшения склерозирования аденоматозной ткани наступает в среднем 6-7 месяцев. То есть если говорить о препаратах, непосредственно лечащих, потому что существуют на рынке БАДы, другие препараты, к ним различные отношения. То есть есть действительно которые препараты работают, но если говорить о проверенных клинически доказанных препаратах, как правило, 6-7 месяцев нужно оценить объем предстательной железы. Пришел, допустим, 80 кубических сантиметров, 6-7 месяцев принимал, папа принимал препарат, и пришел там уже 50 или 40. И отмечает объем, вернее, напор улучшился, мочи, и состояние в целом. Еще такой вопрос. А как это вообще аденома влияет на... Ну, если в 40 лет у нас люди в 70 рожают, на детородную функцию? Как правило, в огромном большинстве фертильность, то есть детородная функция, она не страдает, потому что немножко это другие состояния совсем, немножко в другой плоскости все это находится. то есть фертильность при аденоме, если она и снижается, то у нас несущественно снижается. Больше это другие факторы влияют на фертильность. Как правило, это курение в большей степени. Вот. Ну, все врачи всегда говорят про курение. Время нашей программы заканчивается. Думаю, что после сегодняшнего эфира многие задумаются, и, может быть, кто-то действительно захочет прийти, обследоваться, тем более, что такая возможность есть. Персонал готов принять таких людей. Вот. Ну, и как мы понимаем, что к вам приходят люди, которые уже направлены из поликлиники. Еще раз хочу обратить внимание, что действительно тема аденомы в последнее время действительно многими муссируются, потому что это заболевание существует. И как мы выяснили, что с возрастом мужчина просто должен обязательно хотя бы раз в полгода к урологу прийти или как? Ну, раз в год – это минимум. Раз в год – это минимум. Спасибо большое. Павел Никифоров, заведующий логическим отделением Люберецкой областной больницы. Это программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин